Божаю здоровья, шановные украинцы и украинки! Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки! Сегодня один из тех дней, когда мы особенно благодарны всем нашим людям, избравшим для себя путь защиты Украины, нашей независимости, которые воюют на фронте, которые работают на оборону и благодаря которым Украина живет и достигает собственных целей. Более того, очевидно и эффективно возвращает эту войну домой, в Россию, туда, где должны почувствовать настоящую цену войны. Сегодня, в День украинского добровольца, важно вспомнить храбрость и преданность всех тех, кто стал защитниками Украины в 2014 году, кто выстоял тогда во время противостояния, кто сохранил Украину в 2022 году и кто сейчас бережет и укрепляет наши позиции, наше государство. Каждый, кто свою волю направляет на защиту всего народа, делает себя частью великой истории Украины, нации и государства, которые никогда не исчезнут и отныне, с этих лет всегда смогут вдохновлять мир. Я горжусь всеми нашими людьми, которые отвоевывают для Украины возможность нормально и свободно жить. Спасибо каждому и каждой. Сегодня я отметил наградами наших воинов, орденами, званием Герой Украины, медалью за военную службу Украине. По состоянию на сегодняшний день уже в общей сложности 73 750 украинцев и украинок отмечены государственными наградами. Конечно, это лишь часть проявлений героизма наших людей. Сегодня же я имел возможность поблагодарить сотрудников нашего оборонного комплекса, людей, которые посвятили свою жизнь украинской силе, которые делают наше оружие, проявляющее себя на фронте, на море, в ударах с воздуха по российской системе войны. Спасибо за украинские снаряды, пушки, за дроны, за наши ракеты, за наши системы РЭП, за все то, что помогает нашим воинам сражаться и сохраняет жизнь Украины и украинцев. Будет еще больше нашего оружия, снарядов, наших дронов, наших систем РЭП. Я сегодня встречался с сотрудниками одного из таких предприятий, оборонных. Официально об этом не говорим. И сейчас, во время войны, мы не можем открыто показывать все, что у нас есть. После войны, конечно, будем выражать нашу признательность открыто. Это люди, которые нашли способ, как нашему государству укрепиться. Существенно. И с каждым днем мы накапливаем все больше этой силы. Такой нужной силы, такой дальнобойной нашей силы. Еще одно. Говорил сегодня с канцлером Германии. Очень предметный и продолжительный разговор. Я поблагодарил Олафа за помощь, которую Германия оказывает нашему государству. Разноплановую помощь. Мы скоординировали наши позиции в преддверии встречи в трехстороннем формате Германия-Франция-Польша. Очевидно, что содержание встречи будет во многом об Украине, о нашей общей силе. Также обсудили с господином канцлером Шольцем дальнейшую совместную работу в оборонной сфере. Необходимую помощь и совместное производство оружия. И на государственном уровне, и на уровне компаний. Конечно, говорили и о Евросоюзе. Нашей работе ради того, чтобы как можно быстрее начались переговоры по полноправному вступлению Украины. Ни дня не теряем. Спасибо всем, кто с Украиной и в Украине. Слава нашему народу. Слава Украине. Слава Украине.